Участники 42-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества обсудили вопросы безопасности региона. Отметили наиболее актуальные проблемы, связанные с терроризмом, наркотрафиком и информационной безопасностью. С подробностями Зарема Мусаева. 42-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ открыл глава ГКНБ Абдиль Сейхзбаев. Глава спецслужб, приветствуя коллег, отметил, что благодаря совместной работе всех участников Совета возможно предотвращение эскалации терроризма и экстремизма в регионе. Нашим спецслужбам необходимо постоянно контролировать оперативную обстановку, выявлять новые террористические тенденции именно на ранних этапах, определять потенциальные проблемные области и, конечно же, самое главное, действовать на опережение. Наши действия будут по-настоящему эффективны при условии объединения всех имеющихся возможностей и ресурсов наших служб. И в этом я вижу особую роль наших заседаний, нашего СОРБа. Президент Алмазбек Атамбаев, в свою очередь, призвал спецслужбы СНГ уделять особое внимание борьбе с наркотрафиком и информационной безопасности. Только консолидация сил поможет в борьбе с угрозами терроризма, говорится в обращении главы государства, которое зачитал руководитель аппарата президента Саппар Исаков. Рост современных технологий требует принятия конкретных мер по противодействию растущим кибератакам, мер по противодействию растущим кибератакам, укреплению информационной безопасности государства и борьбы с киберпреступностью. Убежден, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества и углублению партнерского взаимодействия между органами безопасности и специальными службами государств-участников СНГ. Глава ФСБ России Александр Бортников, в свою очередь, отметил, что обмен информацией между спецслужбами стран СНГ приносит конкретные результаты в поимке террористов и вербовщиков ИГИЛ. Поэтому Бортников предложил продолжить вести мониторинг методов вербовки и маршруты выезда боевиков на территории конфликта. При содействии спецслужб Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, органам безопасности России удалось в сжатые сроки установить личность смертника, совершившего террористов метрополитена Санкт-Петербурга и задержать причастных к этому преступлению лиц. В результате согласованных оперативных мероприятий ГКНБ Кыргызской республики и ФСБ России на российской территории задержаны и депортированы в Кыргызстан три активных члена международных террористических организаций, еще два боевика задержаны по прибытии в Кыргызстан. Также стороны обсудили дальнейшие меры по пресечению действий боевиков в странах-участницах Совета, обеспечении безопасности во время мероприятий международного уровня, итоги деятельности за последние несколько лет. В этом году Совету органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ исполнилось 20 лет. За это время Совет стал уникальной площадкой для обсуждения и решения важных проблем региона. Зарема Мусаева, Алмаз Нурмабетов, Общественный Первый канал.